итак ребятки всем приветики хочу на уже закачать видео на тащи жизнь канал и ответить на некоторые вопросы значит по поводу пишет короче один чел говорит типа качаюсь два или три года там того г и результатов все нет ну к сожалению петличку я дома оставил надеюсь так будет звук нормально посмотрим еще приподниму громкость видеоредакторе при монтаже но на этот вопрос значит два-три года от ребят ни о чем два-три года вы только могу сказать грубо говоря принеслись к этому виду спорта бодибилдинг через ошибки там а через травмы и так далее если фундамент да вот начало если у вас как-то советами других до поставлено уже не так да там то есть больше под ними больше станешь то конечно вы там через травмы будете проходить потом а ну там например вот я вспоминаю как я начался до начинал запредельные веса то есть по сути я сейчас могу их поднять да я же понимаю что это не то не то не то то есть представляете 4 блина получается не на там сколько килограмм в общем выходила но много для меня много это я даже сейчас сколько мы не подниму ну и вот был я околдован этой мысли что больше подниму больше стану и в основе делал изоляцию там на грудь да то есть и тоже вот на скамье на грудь жалда шмелится у меня грудь и конечно это результаты не давало это будет результат конечно да от всех упражнений то что вы делаете просто это ну не то направление для натурала да я не знаю как там фарм поддержки кто на фарм поддержки не знаю как у них но для натурал это ну не ну не то не то не то я сейчас могу себе дать пенька под зад да и уже навесить побольше веса ну там вы сами знаете какие мне веса да в принципе то не то что маленькие на девчачьи веса но так я чувствую мышцу поскольку они у меня появились до меня появились мышцы я могу теперь в принципе чувствовать их ну не знаю под разным углом да как я хочу даже если жим я не делаю вообще да то есть ну не знаю я не понимаю этот жим груди да жим штанги на грудь у меня во первых тренажер там да стоит не так в комнате в общем передвинул да и он не позволяет нам штангу даже элементарно на стойке до поставить мало места и то есть я не делаю жим да мне хватает и брусьев и отжимания то есть и я жим не делаю вообще у меня слава богу грудь растет и так из жима там штанги по сути это одно и то же отжимание и жим штанги подсаживаем штанги я там кто-то говорит 30 включается но я трицепс когда вот последний даже не помню когда последний раз нажал штангу до 4 почувствовал там 30 так вот по поводу жима ну не делаю да это джим и тоже вот я там тоже были за предельные веса тоже жалмо но это все никто да вот изоляция что новичку в бодибилдинге не стоит делать вообще нужно нужен общий набор масс того что-то вообще появилась а этого можно добиться ускорено до быстрее да по любому базы упражнения до включая себя много мышечных групп то есть они быстро будет расти тело нежели с изоляцией мне кажется это никто не будет спорить но кто проходил через это и я на брусьях да начал потом акцент делать и начал уже появляться и спина трицепс плечи грудь да и когда мне все это уже появилось с помощью брусьев с помощью отжимания от пола тогда уже да я начал уже чувствовать то есть пока когда вы знать только начинающий вас нет мышцы никакой да вы не будет чувствовать и да вот вот это вот от химика пошло ждать почувствовать мышцу тогда это все правильно но опять же начинающего не почувствовать что элементарно мышц нет как я и говорил так что ты вот примеру два три сколько три года качаюсь ты это ни о чем просто нужно понимать что нужно больше времени да и поставить фундамент поставить начальный до уровень только начальные твои шаги да именно правильно чтобы не терять время там просто я тоже вот вспоминаю как я начинал мне два три года прошло все как-то никто не то не то да я даже не понимал в чем дело но меня злился да то есть как я выгляжу плохо не это разумеется не нравилось я злился да уже мы не знаю были ли мысли у меня завязать бодибилдингами не знаю просто была цель ну нужно то есть вытянуть себя да то есть вытянуть форму какую поставить форму вообще и принципе этом я этой цели добился да сейчас я даже не работаю на массу конечно масса в приоритете то есть это приори вообще на масс но в основном я получаю удовольствие и здоровья для здоровья качать сейчас более тогда по моему это первое такое сейчас выдвинулась если раньше на массу хотя массу покорил да у меня с дрыщем назвали назвать сложно как минимум стройным парнем дом можно назвать и конечно масса это приоритете еще да то есть это на приворе то есть это по-любому нужно и по-любому человек добьется массы да как я сказал вы нагружаете мышцу мышца устает я от этого она растет неважно вы изоляцию делать или базовые упражнения много странные то есть нужно еще да вот постепенно нужно к этому идти любой спортсмен вам скажет любой абсолютно нормально что постепенно нужно начинать с малых весов да я вот могу сюда вот как бы могу наказать себя дать пенька под зад и навесить уже немного больше веса как бы сейчас я мы тоже для стимуляции до роста мышц мышц и сейчас я применяю еще и супер сет и супер серии кто не знает я могу там примеру со штангой делать на плечи потом а потом идут могу тоже дай мне не ставь не ставь не стали штангу на полу сразу предплечье там прокачать потом могу бицуху прокачать и если я еще не устал я пойду на турник там уже обратно хватом набить сюда буду подтягиваться если даже я в этом в этот момент не устал после этих всех упражнений я пойду на брусья то есть у меня вот эти вариации уже вот последнего тренировки я применяю и да слава богу я предплечье вытянул до руки выйти ну уже не знаю почему там последних тренировок я начал супер серии до делать больше нагрузки так начал себе да вот себя заставлять больше нагрузки да вот больше веса немного до добавили валя ну сами знаете какие мне веса там говорю же копейки да но то есть это все стимулирует тоже росту мышцы да и мне ну конечно приятно все приятно да и это все постепенно у меня хотя я должен был сколько прошло четыре на года до из них на на два более-менее результативные особенно последний год четвертый почему наш так происходит потому что опять же я сподхватился на базу упражнений многоставные и вот эти первые года вообще ни о чем это изоляция большие веса я даже сейчас я могу конечно такие веса поднять как тогда начинающим был но у меня даже сейчас не рискну поднять такие веса большие это слава богу что у меня там ничего да не порвалось потом не дай бог какая-то мышца там от таких весов ну техника была на неправильно скорее всего потому что я же когда начинающий нет мышц имеется не можешь почувствовать мышцу да и разумеется техники у тебя нет там абсолютно будет это пусть и даже идеально делаешь да по технике но у тебя мышц нету и ты не можешь почувствовать тоже запомните это нету мышц вы не почувствуете там неважно какие вы веса поднимаете большие там маленький конечно с малых с малых нужно никогда не нужно начинать с больших весов но я груз любой спортсмен адекватный скажет это сейчас я потихоньку да наращиваю веса опять же там копейки да но все равно чтобы дальше да вот как-то себя наказывать стимулирует мышцы росли дальше вот такая вот ребят история значит так что не нужно отчаиваться эти года да это ладно если ты примеру хорошо без травм на там вот его и в отчаянии написал то что три года за не качаешься да а в итоге результатов ладно если слава богу если ты без травм эти три года качаешься опять же неправильно вот это вот изоляция все начни это на брусьях отжимания без 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 никаких дополнительных весов да то есть все об этом не должно быть и речи я начинаю счет и начинаешь расти да то есть получается у тебя объем до общей про ноги тоже не забывайте тоже вот раньше как-то ноги не особо до любил качать сейчас это у меня тоже как априори да то что я должна и обязан качать многие не я так посмотрел даже когда вот когда просушенные ноги да у бодибилдеров это красиво я тоже начал качать и они кстати вот они неплохо спрогрессировали давно мы увидели да на фотках на видео на фотках и я сейчас качаю ноги через день а каждый день я качаю вверх тела многие немного через день потому что все мы могли забирать если качать full body да вот я к примеру день настал да я качаю я качаю к примеру вот первый день я качаю весь торс там и ноги и вверх тела торс но я так заметил что многие тоже забирают много силы так что я качаю их через день вот покачал я ноги там с торсом до full body следующий день наступает я качаю вверх тела потом идет опять весь full body весь торс и ноги и вот так пока я так тренируюсь и мне это нравится мне это нравится делаю супер серии когда как я сказал да повторюсь добавляю там то есть четыре упражнения 5 упражнений подряд и делу чтобы мыс мышцы устали да ну и вот такие вот дела вот сейчас я вот так качаюсь у меня в планах еще показать вам несколько упражнений потрясающие упражнения да потом я расскажу подробнее и такая вот ребят вещь хотел поделиться с этими мыслями да ну опять же да говорю же коммента поставил остался в памяти да и вот отвечает тебе что начни раз брусьев отжимания приседания там различными есть там на канале на каналах да в ютюбе и но опять же начни с них да потом в общем в общем массу набираешь потом можно к изоляции приступать что у тебя в тебе не нравится я же говорил что надо все вот эти ролики мои посмотреть что я говорю и так далее некоторые задают вопросы когда даже не посмотрели мои ролики предыдущие но опять же вот мышцы тоже бывают разные да человек может красивую или у него пропорции там она неважно ты там здоровый бодибилдер выступаю большом бодибилдере либо ты любитель и так далее то есть менс физик там неважно ты сколько весишь да но если у тебя красивые пропорции да это красивые что это конечно замечательно но это опять же их как мне кажется малое количество да кто работает на эстетику на красоту в основном большинство блогера да там бодибилдер занимается бодибилдерами это вот они просто до решили набрать массу а как мышцы выглядят пропорции как выглядит им это неважно я такие не считаю что им важно они по-разному были то есть бывает мышц мышцы красиво выглядит бывает средней красоты мышцы мышцы бывают вообще да ни о чем то есть кто разбирается тот поймет мало быть большим до с мышцами лучше иметь да вот красивое тело красивые пропорции красивой мышцы потому что вот уже большинство блогеров до которые там что советует так далее эстетика не блещет им просто вот массу они набрали и там что-то советую даму мне не хочется тоже быть как они да просто вот накачаться и потом что выговорить вам нет я говорю как есть мне это не нравится мне не нравится просто масса да мне нравится красиво масса конечно я мог бы привести примеры и сказать вам не на этих блогеров но неправильно будет он напишет типа а я тебя смотрю а ты мне тут в пример привел да к примеру тоже что неправильно кстати андрей с канала strong spirit по-моему называется да да на стронг спирит и мы с украины тебе большой привет украина держитесь ничего сказать да вот фашисты фашисты к вам пришли там напали на вас нацисты да то есть меня же бывает никто ведь комментарии читаю они отбитые на голову люди психиатрически больные люди это печально конечно это печально что они делают там у вас у нас тоже не сладко как вы знаете вообще все где остается президент на второй срок все это просто беспредел и вот сейчас по моему наш президент остается на второй срок я так понимаю и это уже беспредел прочий беспредел продажи продолжается так что везде в таких странах да не сладко живется людям и конечно за свой народ болею душа болит за казахов за свой народ за казашек вообще в целом как по казахстане живет кто ходит ровно кто хорошие люди до добрые люди конечно душа болит душа болит у нас тоже не сладко ребята так что держитесь все держитесь не до успехов на сожалению да вот эту политику людей про народ и конечно несправедливо все это это беспредел так че еще ребят че еще уже 20 наговорил ну я не знаю это вопросы будут пишите можете не договорил хватит наверно 20 минут давайте ребят всем пока